Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 19 октября. Вот вчера, если был ливень, шел, нам с внуком не повезло, мы даже на прогулку не смогли сходить. Сегодня, смотрите, какое голубое небо, какое солнышко! Но солнышко очень обманчивое, холод собачий. Смотрите, вода в лужах замерзшая. У нас всего 1 градус сейчас. Сегодня в самый теплый период днем будет всего 5 градусов. Все замерзло. Конечно, в такую погоду не хочется идти в огород. И я сегодня запланировала идти в магазин, чтобы купить себе семена, посеять зелень, которая вырастет именно к Новому году. У нас дождь все не успокаивается. Вот эта лужа, которую я показывала, видите, тут даже нам пройти невозможно. Лужи становятся больше и больше. Это вот та лужа, где у меня внук, собака спихнула внук. Внука в лужу. Все, короче, замерзает. Сейчас хочу показать вам. Вот, видите, стоит моя уральская теплица там за забором. Там еще помидорки у меня. Здесь уже мы все убрали, все лишнее. Готовимся к зиме. Хочу несколько слов рассказать вообще о городе, вот именно вот о этом месте, где я живу. Я уже говорила, видите, домишки все старенькие, маленькие. Улица уже образовали улицу, это еще в дореволюционный период. И наш дом тоже был старенький-маленький. Но смотрите, у нас дом выгодно отличается, потому что он новый. Нам повезло. У нас старый дом сгорел весь дотла. И мы вынуждены были построить вот этот новый дом. А то у нас тоже была бы такая же, как полуземлянка, не знаю. Но зато новый дом, ну хотя 20 лет назад уже как построили. Зато новый дом, который мы построили, все так, как я хотела. Смотрите, мне когда муж спросил, вот на голом месте сидел, когда он спросил. Ну как будем строить? Я говорю, подожди, подожди, сейчас. Я принесла бумажку, вот так вот ручку шариковую, раз-раз-раз, начертила план. Здесь будет камин, здесь хочу туалет, здесь хочу ванну. У нас же до этого было неблагоустроено. У нас все дома неблагоустроены. У нас здесь даже нет никакой канализации, ничего вообще. И вы видите, если посмотреть на эту сторону, ясно, что в таких районах никакой цивилизации у нас вообще нет. Мы сделали все автономно. У нас теперь, мне муж, короче, построил, сделал мне и туалет в доме, сделал мне и ванную комнату. У нас камин, как я хотела. У нас все, короче, и как я хотела, чтобы не топить печку. Она была, чтобы внизу у нас отдельное подвальное помещение. Короче, строили все своими руками, вообще не нанимали никого. Все делали. Я и штукатурила, он стены возводил, и даже крышу там с друзьями ему помогали. Короче, в результате мы построили прекрасный, современный, благоустроенный дом. В результате чего муж получил огромный опыт в строительстве домов, который ему больше не пригодится, надеюсь. А я получила смещение по звонку на спине. Потому что была 30-летней дурочкой. Хватало вот это, хватало все, что могла. И таскала наравне с мужиками. И когда штукатурили помещение, я накладывала полный тазик цемента. Все знают, что если, например, немножко в бок вот так взять и поднять, спина хрустнет. И у меня дошло, почему я раньше времени бросила работу. Потому что у меня доходило до парализации, короче. Меня вылечил только огород. Я прекратила работать в 50 лет. Старая и больная, не могла вообще двигаться. Иногда даже бывали такие приступы обострения. Потом начала заниматься, копаться огородом. Помаленьку, помаленьку, помаленьку. И вот я ожила, и спина у меня тут вот фуни болит. Но знаете, я хочу снять потом отдельное видео, чтобы посоветовать молодым, таким же неопытным, как я, чтобы они боялись своих желаний. Бойтесь своих желаний. Мы так много лишнего настроили. Так много потратили денег и время. Сейчас я скажу мельком, что лишнее у нас было. Например, когда муж спросил, какой будем делать гараж. Я... Ой, дура-дура я. Сейчас подойду. Я сказала, ну какой большой, чтобы КамАЗ мог заехать. Нахрена мне этот КамАЗ? У нас его не было, никогда и не будет. Смотрите, вот это наш гараж. Видите? Вот эти ворота 2 метра высотой, а гараж у нас под КамАЗ построен. 4-х метровая высота. Да, мы занимались в то время, как раз у нас были свои грузовые машины, но были далеко не КамАЗы. У него был ГАЗ-33, 07. У меня вообще газики 52 были, на которых я работала. Но не я, конечно, водители были. И вот этот гараж, на строительство которого мы потратили, строили дольше дома. Мало того, что построили его огромный, я еще захотела, чтобы он был обштукатуренный. Нанимали людей потом уже, и нам вот всю эту длину, смотрите, вон до туда идет гараж. Тут 2 машины в длину грузовые вставали, там еще баня, комната отдыха, короче, это все лишнее. Мало того, что когда снаружи поштукатурили, я сказала, хочу, чтобы внутри так же обштукатурили. Еще целое лето штукатурили внутри. Вот это тоже людей нанимали. И вот я сейчас подумав, думаю, какая же была дура 30-летняя. Нафига мне эта штукатурка? Нам строительство этого гаража ушло больше в стройматериалов, чем на дом. Больше денег мы потратили на штукатурку, на возведение этих высоких стен. Представьте, как там рельсы металлические укладывали, бетонировали крышу. Можно было бы построить еще один дом. Лишнее построили бассейн, потому что я как думала, что вот когда мы все построим, и настанет такое время, когда я лягу в шезлонге около бассейна, буду загорать. Бассейн построили капитальный, тоже залили бетоном, обрецевали плиткой. Еще мне захотелось баню. А чтобы над баней была комната отдыха на втором этаже. И все это есть. И баню построили, и комната отдыха на втором этаже. Но у нас никогда не находилось время. Мы же работали всю жизнь, особенно я пахала всю жизнь. Может быть раз или два мы налили этот бассейн и скупались. На день торговли, по-моему, все. И я вот сейчас всех призываю, бойтесь своих желаний. Если вы человек работающий, занятый, то скорее всего, когда вы будете строить себе дом, надворные постройки, я вот сейчас делала бы все по-другому. Нужно меньше объектов для отдыха возводить, а больше так планировать свое жилище, чтобы было удобно там чем-то заняться, работой какой-то, чтобы было удобно для труда. И вот эти все вложения, сейчас я думаю, что делать с бассейном? Засыпать его землей, что ли? Для ребенка, для внука он сильно глубокий. Сейчас много бассейнов всяких надувных, легких. У нас все это капитальное понастроили. Это вторая комната там для отдыха на втором этаже. Она вообще никому не нужна. Там мебель поставили, туда никто ни разу не залазил. Вот это, опять же, самое больное место, этот гараж. Смотрите, у некоторых дома ниже, чем наш вот этот гараж. Нафига мы его строили. А ну муж, я что попрошу, он думает же, что правда это мне для чего-то нужно. Все, до свидания. Вот, надо короче подробнее рассказать молодым, таким же дурехом, как я, чтобы более практичные были люди. А я же мечтательница, я правда думала, что... И вот прошло со времени строительства 20 лет, настроили вот этих дорогостоящих объектов, которые не нужны в жизни, совсем не нужны. Надо искупаться, можно в речку съездить. Все, камаз, если к тебе приедет, я думала, что ко мне будет приезжать пассажир на день, на два, я буду ставить этот камаз, а потом он будет уезжать. Камаз можно было поставить на стоянку, на платную. Все, до свидания. Я пошла сейчас в магазин, собиралась, потому что многие спрашивают, какую зелень садить перед Новым годом. Я наметила себе такой список. Мне нужно взять еще салат московский парниковый, потом салат какой-нибудь одесский кучерявец, и салат хочу цветной взять, какой-нибудь с фиолетовым, с оттенком. Раз уж нынче год быка, будем выращивать ему траву. Хочу узнать, может быть, есть еще лук-севок. Хочу в несколько этапов всю зиму выращивать лук зеленый. Хочу купить лук-чернушку на перо. Бывает такое вот, сеешь как батун, черненький и маленький, а вырастают молодые перышки такие. Потом хочу... А, очень хорошо у меня ночью вырастла редиска. Хочу к Новому году посадить редиску. Хочу взять еще раз горчицу вот эту ажурную, которая салатовая, которую не на сидираты сеять, а людям на микрозелень. Рукколу. Ну и еще, может быть, что-нибудь увижу в магазине. Если мне разрешат сделать видеосъемку в магазине, я тогда покажу вам, какой есть ассортимент и какой нужно выбрать, если у вас окошко небольшое на 2-3 лотка. Кстати, сейчас покажу вам. У меня же вон... У меня не только в растительной палатке, но и огород на окне. И вот они, мои любимые. Вон они. Видите, как лампа хорошо светит и видно, что прям вот этот салат, он освещен сильно-сильно, а остальное у нас темноватенько. У нас такая эта сторона северная. Тут никогда нет солнца вообще, только поздно вечером и то ненадолго. Вот для таких окон, конечно, нужна подсветка. Ладно, я птица говорун, я говорить могу очень долго, просто у меня рука уже к камере примерзла и губы не говорят. Холодно, сапачий холод.